здравствуйте мои дорогие мастера и мастерицы меня зовут светлана я вас рада приветствовать на своем канале клубок шоу сегодня мы с вами свяжем вот такие варежки варежки царапки для наших самых маленьких самых крошечных деток то есть детка такие варежки где-то я вижу в основном до деток для деток до 6 7 месяцев чем они отличаются от обычных варежек тем что у них нет пальчика так как в этом возрасте малышу еще на прогулках не приходится что-то хватать поэтому вот именно вывязывание пальчика и ни к чему и не нужно поэтому такие варежки царапки с этой работой справиться даже начинающие мастерицы так как ничего сложного они вяжутся на четырех спицах можно связать просто лицевыми петельками можно любым рисунком какое вас устраивает то есть единственный только надо обязательно подобрать пряжу чтобы пряжа была очень мягкая не колючие и по толщине например на более прохладную на холодную зиму вот у меня не варежки хоть и такие достаточно теплые но их можно например или связать двойными или утеплить также можно их украсить по вашему желанию там какими-то или бисером или бусинами работа займет у вас прям не очень много времени там достаточно может там 5-6 часов и у вас варежки для вашего малыша будут готовы и еще большой плюс что вот на эти варежки ушло по моему грамм 30 ну 40 от сил в зависимости я имею ввиду от толщины варежек то есть все в любом доме найдутся остаточки пряжи который вы сможете использовать чтобы связать такие варежки поэтому мы с вами спокойно можем начинать нашу работу по им к нашей работе я буду вязать варежки и из пряжи вот ализе лана gold 800 то есть это пряжа у которой 100 грамм 800 метров да вот здесь 100 грамм 800 метров я эту варежки буду вязать в четыре ниточки поэтому вы можете взять любую пряжу толщиной в 100 грамм 200 метров но просто мне это пряжа очень нравится она мягкая и не колючие поэтому я ее соединю и буду вязать также нам с вами потребуется две пары спиц одни спицы три с половиной это для резиночки вот резиночку мы будем вязать спицами три с половиной а само вот полотно этих варежек мы с вами будем вязать спицами четверка вот у меня чулочные спицы вы конечно можете связать эти варежки на двух спицах если например у вас возникает проблем с круговым вязанием можете связать набрать на на такие спицы на чулочные здесь вот у вас будет проходить шов но тогда вам придется на набрать на две петельки побольше за счет кромочных петель вот у меня уже 1 варежка связанные поэтому теперь мы с вами будем вязать вторую варежку я набрала на спицы уже вот три с половиной 25 петель хотя в работе меня будет участвовать 24 петли но я лишнюю петельку набрала для того чтобы соединить на варежки в круг одну спицу я достаю и сразу делю по 8 петель на каждую спицу но одной будет 9 раз два три 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 вот у меня если вам неудобно вязать на трех спицах вы можете вязать на четырех спицах кому как удобно главное сейчас я положил специально на стол на ровную поверхность чтобы у нас с вами наш не вот наборный край не перевернулся приводку здесь поэтому я аккуратненько поворачиваю нашу работу и теперь начиная вязать первую петельку я ее провязываю изнаночной так как я в конце когда дайду вот до нашего начала ряда который вот у нас отмечено вот этим это нет кончиком ниточки я провяжу их вместе я провязала изнаночной петлей и теперь буду вязать резинку 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная сейчас я свяжу первый ряд полностью пряжу вы можете взять и стопроцентную шерстяную можно взять и хлопок с акрилом можно добавить небольшую там тоненькую ниточку ангоры для тепла baby альпака она очень мягкая пряжа но в то же время она теплее чем шерстяная пряжа поэтому варежечка у вас будет достаточно теплые можно даже не покупать специально пряжу по моему всегда в запасах есть небольшое количество именно пряжи для того чтобы связать эти варежки вот я дошла до последней петли вот до последней петли я ее переношу эту петельку на первую спицу и вот уже сейчас я провязываю две петли вместе вот я провязала затем я этот кончик заправлю и то есть у нас видите здесь с вами нет никакой дырочки и так мы с вами продолжу по кругу вязать нужную высоту нашей резиночки я связала резинку у меня она получилась пять с половиной сантиметров или я посчитала 15 рядов теперь я буду вывязывать уже основное полотно наши варежки для этого я сразу же перехожу на спицы большего размера моем случае спицы четверочка и буду вязать буду вязать у нас с вами ладошка связана лицевыми петельками а по центральной части наши варежки проходит переплетение то есть узор и скос коса на четырех петельках поэтому эта коса у меня идет по бокам по 2 изнаночных значит 2 изнаночных 4 лицевые 2 изнаночные получается 8 петелек поэтому первую и третью спицу я вижу полностью лицевыми петельками а по второй спице у меня будет проходить рисунок я теперь провязываю 8 первых лицевыми вторая спица мы провязываем 2 изнаночных 4 лицевых 1 2 3 4 и 2 изнаночных и 3 спица опять у нас все с вами лицевые петельки вы можете провязать полностью все варежки лицевыми петельками можете узором путанкой то есть любой узор по вашему желанию я провязала первый ряд теперь так же я провяжу еще три ряда и уже в пятом ряду сделаю перехват иску для кос для наших я провязала 4 ряда и сейчас буду делать узор для перехват вы конечно если вам например коса не устраивает по центральной части наши варежки можно просто стать вот такую дорожку лицевых петельку первую спицу я провязала 8 лицевых теперь у нас с вами 2 спицы я провязываю 2 изнаночных перехват можно делать с помощью любой там дополнительной спицы или скрепочки либо лавочки как вам удобно мы первые две петли снимаем оставляю перед работой и провязываем следующие 2 лицевые теперь петельки с дополнительной спицы мы переводим на рабочую спицу их провязываем тоже лицевыми вот что у нас с вами получилось и провязываем 2 изнаночных и вот у нас с вами этот узор получился третью спицу мы с вами вяжем лицевыми и так мы высоту еще провяжем уже полностью лицевыми и изнаночными 5 рядов до следующего на перехвата я провязала после перехвата еще 5 рядов и теперь буду делать еще один перехват первую спицу провязываем лицевыми петельками и теперь на второй спице мы с вами будем делать перехват 2 изнаночных 2 лицевых снимаю на дополнительную спицу оставляя перед работой 2 лицевых провязываю следующих дополнительно снимаю спицы и провязываю и 2 изнаночных третью спицу также я провяжу лицевыми петельками и провяжу высоту еще 5 рядов и сделаю еще один перехват и уже затем мы с вами начнем делать убавление для наших варежек я связала варежку на нужную мне длину у меня получается от резинки вот резинки так около шести сантиметров пять с половиной сантиметров да и вот общая длина один сантиметр и сейчас мы будем делать с вами убавление у нас с вами сейчас 24 петли чтобы получился вот такой плавный скос мы будем убавлять двух сторон поэтому у нас вот на этой спице сейчас 8 петель мы переносим с одну с первой спицы сюда 2 петли из этой спицы 2 петли и теперь у нас получается здесь 12 петелек и на 1 3 по 6 петелек и начинаем делать первое убавление провязываем 1 2 3 4 4 петли и 2 вместе 2 вместе мы с вами провязываем за передней дольки вот так у нас с вами получается теперь следующее убавление что получилось красивые линии нам с вами петельки надо перевернуть я вот снимаю 2 крайних поэтому и возвращая их на спицы и провязываю их за задние дольчики дальше вяжем как наш рисунок смотрит 2 изнаночных раз два три 4 лицевых 2 изнаночных и теперь еще одно убавление мы с вами провязываем эти две петли вместе с наклоном вправо за передние дольки и теперь наш 3 спица также мы с вами петельки переворачиваем возвращаем на спицу и провязываем 2 вместе и следующие 4 петли вот у нас с вами первое убавление вот первый скос вот здесь получается и продолжаем также теперь у нас провязываем 3 петли 2 вместе и теперь уже следующее убавление только нам с вами надо с наклоном уже влево поэтому петельку мы с вами поворачиваем и провязываем 2 вместе и продолжаем связали рисунок и теперь изнаночную перевернем и провязываем 2 вместе и на наши 3 спицы петельки переворачиваем и провязываем и так мы с вами будем убавлять до тех пор пока у нас на этой знака на 1 3 спицы не останется по одной петли а на 2 спицу нас с вами останется две петли теперь у нас с вами осталось вот 4 петельки и мы провязываем их все вместе как я провязываю мы провязываем одну петлю лицевую и через эту петельку мы сначала перекидываем одну петлю теперь наши вот эти две которые одна петля и вот так вторая петля все теперь мы аккуратненько все это затягиваем ниточку продеваем отрезаем и все наша варежка с вами готовы теперь мы с вами только уберем наш кончик который остался для этого я варежку вот так на изнаночку выворачиваю подхватываю ниточку и уже здесь с изнаночки я закрепляю ее у меня связано в 4 ниточки поэтому по 2 ниточки делю завязываю узелочек лишние обрезаю и также поступаю с нашей начальной ниточкой также я ее наизнаночку и и аккуратненько вдоль какой-либо петельки это вполне достаточно последний также я разделяю так завязывая аккуратненько все и отрезаю вот и все наши варежки готовы теперь я их только постираю и уже они можно будет одевать нашу малышу я постирал варежки их отпарила украсила такими вот веревочками с деревянными бусинками то есть почему я так украсила потому что варежки у меня шли в комплект шапочки к шлему завязочки у шапочки шлема тоже выполнена в такой же таким же способом веревочкой на вере на концах веревочки сделан деревянные бусинки и чтобы именно все это соединить в единый комплект я по этому оформлению варежек сделал такими же надеюсь все было понятно если вдруг у вас возникает какие-либо вопросы пишите в комментариях или мне в группу вконтакте я всегда рада на ваше сообщение отвечать все ссылочки я оставила в описании до свидания мои дорогие до новых встреч субтитры